Здравствуйте, друзья! В этом видео выведем топ 10 самых популярных аквариумных рыб. Но перед этим давайте уточним пару важных деталей. Данный топ относится только к России. Возможно, в других странах популярностью пользуются совсем иные рыбки. Американцы, к примеру, предпочитают заводить крупных рыб. Но даже в нашей стране у каждого аквариумиста свой топ 10. В этом вы совсем скоро убедитесь. Я покажу вам несколько известных аквариумистов, которые расскажут о своем топе. Надеюсь, что в комментариях под этим видео каждый из вас напишет свой топ 10 аквариумных рыб. Десятое место достается очень красивой рыбке под названием петушок. Этих рыб часто заводят для детей в качестве первого питомца, для того, чтобы ребенок мог почувствовать себя аквариумистом. Научиться проявлять заботу и прочее разновидностей у петушков очень много. Они отличаются не только окрасом и формой плавников, но и размером. Часто эту рыбку называют бойцовской из-за сильной внутривидовой агрессии и территориальности. Хотя встречаются и исключения. Давайте послушаем топ 10 аквариумных рыб от Виталия, канал GreenArt Moscow. Виталий, назови, пожалуйста, 10 самых популярных рыб на твой взгляд. 10? 10. Я, может, всего их 10 знаю. Ну, давай попробуем. А популярных для меня, да? Да. Моих любимых? Да. Ну, хорошо. Коридоросы или надо конкретных. Давай коридоросы Штерба, которые у меня есть. Коридоросы Штерба. Раз. Атоцинклюс обязательно. Атоцинклюс. Два. Бородоед. Это красохейлус сетчеты. Три. Хотя, может быть, он даже и будет на втором месте. Ну, нам же без рейтинга. Три. Считаем дальше. Ну, конечно, красные неоны. Куда без них. Красные неоны, они всегда в топе. И у меня в том числе. Далее. Бычки. Бычки радужные. Очень хорошие рыбки. Это 5 уже. Недавно я приобрел бычков. Называются красный леденец. Вообще, вообще прикольные рыбки. Ты вот палец суешь, и они начинают тебе его там грызть. Они начинают бороться за твой палец. То есть, даже среди бычков два таких вот фаворитов. Это радужные и шестые. Пусть будут красный леденец. Далее. Кто? Кто еще? Мне нравится, на самом деле, исцехлит попугаи. Это пирелкохромис. 7. Надо кого-то еще из тайных, наверное. Ну, в какой-то период мне очень нравились. Сейчас уже не так вот сильно, но все-таки еще нравится. Голубоглазки Нормана. Голубоглазки Нормана. Еще два осталось. Меченосцы. Они у меня сейчас в острове. И прям... Но не просто меченосцы, а берлинские. С черными хвостами. Вильчатые. Это 9. И последний. Последний. Сейчас. Сейчас. Допускай будут скалярии. Скалярии. Реонанай. Скалярии Реонанай. 10. 10. Девятое место. Ускалярии. Скажу честно, я не знаю ни одного аквариумиста со стажем, который бы никогда не содержал этих рыб. Дисковидная форма тела и необычное поведение не оставляют равнодушными абсолютно никого. К тому же, окрасы этих рыб разнообразны, что также привлекает внимание. Кстати, они достаточно легко приспосабливаются к разным условиям содержания, но в пределах разумного. Многие аквариумисты успешно разводят этих американских цихлит в домашних условиях. Следить за тем, как родители ухаживают за своими малышами, одно удовольствие. Эти рыбки настолько интересны, что даже один из популярных аквариумных каналов в Ютубе называется Скалярики. Давайте послушаем автора этого канала Павла. Узнаем его топ-10 аквариумных рыб. Павел, скажи, пожалуйста, какие, на твой взгляд, 10 самых популярных аквариумных пресноводных рыб? Скалярии, Дискусы, Неоны, Орнатусы, Тернеции, Меченосцы. Сколько это было-то? Се-6. Да ладно. Заново. Скалярии, Дискусы, Неоны, Тернеции, Меченосцы, Радужницы. Пусть будут золотые, хотя их не люблю. Но популярные, главное, чтобы были популярные. Да, популярные. Так, что у нас там еще-то? Коридорусы, Таракатумы, Анциструсы. Спасибо. Восьмое место делят два сома. Сомп Терегоплихт Порчевый и Анциструс. Оба сомика, по крайней мере, в юном возрасте являются отличными чистильщиками. И именно по этой причине, в первую очередь, большинство аквариумистов их заводят в своих аквариумах. Но в дальнейшем данные сомики привлекают себе внимание своим внешним видом. Необычный окрас парчевых сомов и интересные рожки на носу у самцов Анциструса не позволяют оторвать взгляд. К тому же эти рыбы достаточно непихотливы и выносливы. Именно поэтому так популярны и часто встречаются в наших с вами аквариумах. Достойное седьмое место занимают золотые рыбки. Нет-нет, это не те золотые рыбки, которые живут в море и исполняют желания, как в сказке у Александра Сергеевича Пушкина. Хотя, возможно, я не умею правильно просить. Эти популярные рыбки имеют очень много разновидностей и не только благодаря окрасу. Разнообразная форма тела, длина и форма плавников, абсолютно разный внешний вид глаз и головы. В общем и целом, за общим названием золотые рыбки в современном мире скрывается целая история, о которой можно рассказывать очень и очень долго. Давайте перейдем к шестому месту. Шестое место завоевали своей популярностью барбусы, причем не все сразу, а именно суматранские и так называемые мшистые. Но стоит понимать, что по сути своей это одна и та же рыбка. С этими хулиганистыми непоседами никогда не бывает скучно. Но не стоит забывать, что это стайные рыбки и их не должно быть в аквариуме меньше шести особей. Тогда и проблем с соседями не будет и самим рыбкам будет житься комфортно. В еде абсолютно неприхотлеевые будут есть все, что им дадут. Тут самое главное не перекормить рыб, потому что они всегда просят еще и всем своим видом показывают, что не наелись. Не забывайте, что они хотят есть даже тогда, когда больше не лезет. Теперь хочу дать слово Аквамену, супер-пупер-мега-блогеру с руками из правильного места. Сейчас мы узнаем его топ. Всем привет, это Аквамен, да точно Аквамен на канале Пар. И топ 10 моих любимых рыб на самом-то деле. У меня нет столько количества такого большого любимых рыб. Но есть те, которых допустим бы я хотел еще и содержать. На первом месте этого топа, несомненно, будут петушки, потому что они всегда разные. Они прекрасные, они по конфигурации различные, по цветам тоже разнообразнейшие. И самое, что меня в них привлекает, это никогда неизвестно, что будет в потомстве. Да, поэтому можно свою линию даже выделить и назвать их там по-своему. На втором месте это гупешки, потому что гупешки это неприхотливые создания. Это живородки, в частности гупи Эндлерам не нравятся, потому что они яркие, они сочные, они все одинаковые. И у Эндлеров очень-очень-очень редко встречается растрескивание хвостов, в отличие от обычных каких-то гупей. Дальше, на третьем месте это рыбки килли, просто потому что интересно, наверное, попробовать их вывести из икры. У них очень короткий период жизни, и, насколько я знаю, их используют в различных научных исследованиях, именно благодаря тому, что за короткий промежуток времени можно несколько поколений сменить. Дальше, на четвертом месте микроразборы галактика, потому что это ярко, потому что это мощно, это сочно, и это капец как дорого. Следующее, это барбусы суматранцы, обычные самые барбусы, полосатики вот эти, просто потому что они в стае смотрятся очень эффектно, могут навалять даже самым дерзким цихлидом, и вот эта вот масса вся движущаяся полосатая, она мне очень нравится на самом-то деле. На шестом месте это маленькие такие козявочные коридоросы пигмеи, потому что, ну, они такие рохлики, дохлики, и это одни из самых маленьких коридоросов, которые вообще существуют, и они, кстати, тоже плодятся нормально в общем аквариуме, лепят икринки, нужно за всем этим делом следить. Дальше, после пигмеев, а это уже седьмое место, я бы назвал рыбу бабочку, да, насколько я знаю, обитает она в Африке, то есть она довольно-таки колоритная по внешнему виду, с ней встречаться мне не доводилось, это довольно-таки биотопное создание, то есть я так подозреваю, что для нормальной жизнедеятельности этой рыбы нужно делать какой-то биотоп более-менее, и не знаю вообще, сведет ли меня жизнь с этой рыбой когда-нибудь. Дальше, на девятом месте, чтобы не обиделись мои рыбасики, это тетры клинопятнистые, но, честно сказать, в них особо ничего и необычного нет, просто, просто чтобы не обиделись и чтобы были. И на десятом месте, а нет, это девятое место получается то, а тетры клинопятнистые, это получается восьмое место были. На девятом месте карпы кои, да, несмотря на то, что они гадят много, растут большие, привлекает меня в них разная, в общем-то, цветовая окраска, то есть именно вот эти пятна, оранжевые, белые, черные, какие-то долматинистые расцветки, то есть это все очень сочно, очень бодренько, очень красиво выглядит. И на завершающем, почетном тоже месте, десятом, я бы назвал псевдомугилов. Это попандеты различные фуркаты, которые, в принципе, небольшие рыбасики, и которые выглядят очень, в принципе, своеобразно, да, сюда же можно еще псевдомугилов гертруды выделить, такие, в общем-то, небольшие, довольно-таки запоминающиеся рыбешки. Ну и все, 10 видов. Пятое место досталось Данио. Кстати, этим рыбкам посвящено 46-минутное видео на канале Паракворюмистика, которое называется «Все о Данио». Ссылку на это видео оставлю в описании, там очень много полезной информации, особенно для тех, кто только собирается их себе завести. В чем секрет этих рыб и почему они так популярны? Ответ прост. Они настолько неприхотливы, что за ними может ухаживать даже ребенок. Они не занимают много места и подходят даже для небольших аквариумов. Просты эти рыбки не только в содержании, но и в разведении, миролюбивы и очень активны. А если присмотреться к ним повнимательней, то можно заметить, что у Данио есть смешные усики. Скажу честно, что лично мне эти рыбки очень нравятся. Четвертое место по праву досталось невероятно голубым неоном. Вы просто посмотрите на эту красоту. Наверное, тут слова будут лишними, ведь все и так понятно почему. Да и цена такой рыбки невелика. Каждый аквариумист способен себя порадовать такой красотой. Но не забывайте о том, что это стайные рыбки и свою истинную красоту они раскрывают, находясь в стае. Голубой неон есть практически в каждом зоомагазине и аквасалоне. Его любят не только, так сказать, обыватели, но и продвинутые скейперы. Очень привлекательно смотрятся на черном и зеленом фоне. По характеру очень миролюбивы и никогда не трогают соседей. Третье место у циклит. Причем у смеси циклит, без пометки африканские или американские. Дело в том, что большая часть аквариумистов не профессионалы своего дела, а любители. Это не хорошо или плохо, это так, как оно есть, и по этой причине многие просто смешивают в аквариуме тех и других циклит. По принципу, это все циклиты. Исключением являются только такие циклиты, как дискуссы или скалярии. Наверное, из-за формы тела и медлительности. Циклиты разнообразны по характеру и цвету, активны, часто проявляют агрессию. Используются в аквариумах типа в Севдоморе, где смотрятся невероятно привлекательно. Стоит сказать, что циклиты часто проявляют свой интеллект. Быстро запоминают лицо хозяина или того человека, который их кормит. Наконец-то мы добрались до почетного второго места. Не буду томить и скажу, что его разделили сразу три популярные рыбки, которые прекрасно уживаются друг с другом и часто живут в одном аквариуме. Это пицилия, малинезия и меченосец. Это живородящие рыбки, которые без труда размножаются в общем аквариуме. И, наверное, в этом таится самый главный их секрет такой популярности. Многие аквариумисты даже не знают, куда девать регулярное потомство и просто дарят своим друзьям и знакомым. Таким образом, эти рыбки захватили очень много аквариумов в нашей стране. Огромное разнообразие цветов позволяет подобрать этих рыб даже под дизайн комнаты, в которой находится аквариум. Легко приспосабливаются к разным показателям воды, очень выносливы и интересны в поведении, правда склонны к поеданию своего и соседского потомства. Перед тем, как мы перейдем к победителям нашего топа, предоставляется слово Григорию, хозяину магазина Биобокс. Магазин, в котором вы найдете все нужности не только для аквариума, но и террариума. Расскажи мне топ своих самых 10 любимых рыб. Давай. Ну, во-первых, я не боюсь банальностей, потому что у нас как-то вот каждый раз, когда человеку задают подобный вопрос, он пытается найти что-нибудь экстравагантное такое, ну, необычное, чтобы не быть похожим на других. А на самом деле ведь мы... Почему какие-то рыбы популярные? Потому что они любимые. Это логично. Вот-вот-вот, да, в этом-то есть вся загвоздка. Да. Поэтому на самом деле для меня, наверное, топ каких-то вот рыб не конкретные, может быть, виды, а группы. Хорошо. Например, я очень люблю мелких стайных рыб. Это могут быть и тетры, и разборы, это могут быть, например, какие-нибудь там мелкие радужницы. Но вот для меня больше интерес представляет, если говорить не просто конкретно отдельную рыбу, а про аквариум с рыбой, то для меня интереснее аквариум с кучей мелочи, чем там пару каких-то больших, не знаю, акар или каких-нибудь попугаев. Я не понимаю крупную рыбу. То есть я ее понимаю, но я понимаю, что для того, чтобы она там смотрелась, нужно очень большой объем, там, у нас как-то тонны. Тогда это будет интересно. Ну, видимо, потому что это как бы все-таки на первом месте пейзаж, а на втором уже сама рыбка. Ну, хорошо, смотри. Ты больше предпочитаешь рыбу мелкую. Да. Ну, вот из этих мелких рыб. Давай все-таки соберем топ. Давай. Ириот Ирины Вернера, Папандетта Фуркаты, разборы, несколько видов. Ну, наверное, Хенгеля, одни из топовых. Потом, наверное, мелкие виды микроразборов, причем не галактики, а скорее даже Бригитты какие-нибудь, Майера, но она что-то совсем мелкая. Как ни странно, мне очень нравится гупи Энглера. Наверное, еще даже тетропальмери черные. Прям, ну, ни на что не похожие рыбы, да. Очень нравятся карликовые татрадоны. Причем это вот реально рыбы, которые ты... Вот если про разбор ты говоришь про косяк, ну, подразумевая какую-то массу, то татрадоны это такая вот маленькая штучка, которая вот единоличная такая тема. Ну, ты конкретную рыбку знаешь в лицо. Ты понимаешь, что вот она, вот он твой Вася поплыл. Ты следишь, сколько он моталя съел и так далее. Мне очень нравятся боцы и клоуны. И, наверное, как ни странно, я все-таки люблю шкалярий разных. Так это 9. 9. Еще одну надо какую-то, да, назвать? Видать, она самая не очень популярная в этом топе. 10 раз ты ее не назвал изначально. Десятое место. Разбегаются мысли, я даже не знаю. Ну, мне кажется, что при всей банальности, но петушки тоже можно назвать топом, потому что петушок, он может быть и в маленьком объеме, и в составе большого населения рыб. И все-таки он необычно, как бы, отделяется от всех остальных своим и поведением, и внешним видом, и всем остальным. Спасибо за это. Самое почетное первое место этого рейтинга достается ошеломляющим, разнообразным, красивым, очаровательным рыбкам Гуппи. Я думаю, с самого начала этого видео каждый из вас знал, кто будет победителем. Стоит сказать, что эти рыбки пользуются популярностью в нашей стране уже очень и очень много лет. И ближайшие десятилетия вряд ли какой-то другой рыбке удастся их сместить. Когда я уйду на пенсию, проверим мои слова, проведем опрос и составим новый топ-10, где вспомним это видео. Гуппи не так популярны у любителей экзотики, редко используются в дизайнерских аквариумах. Но тем не менее, практически каждый аквариумист в нашей стране сталкивался с этими рыбками так или иначе. Многие из нас с этих рыб начинали свой непростой путь аквариумиста еще в тех советских круглых аквариумах. Да и я не исключение, и моими первыми рыбками также были разноцветные Гуппи. Только аквариума в то время у меня еще не было. Странно, правда? Обычно сначала запускают аквариум, а только потом заводят рыб. Но я в свои 7 лет этого еще не знал. Да и рассказать мне об этом было некому. Налил воды из-под крана в трехлитровую банку, кинул в нее роголисник и запустил Гуппяшек. Возможно, они в то время были здоровьем покрепче, чем сейчас. Но суть в том, что все выжили и даже через пару дней у меня появились первые в моей жизни мальки. Но это уже совсем другая история, о которой возможно я когда-нибудь расскажу. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok